Добрый день! В эфире программа «Сделано в Вятке». Меня зовут Владимир Сметалин. Программа посвящена истории вятского купечества. И до сегодняшней передачи мы уже разобрали массу купеческих вятских династий. И сегодня очередная на очереди. Мы будем говорить на эту тему с Антоном Касановым, историком, одним из авторов проекта «Пешком по вятке». Антон в нашей студии. Добрый день! Добрый день! Ну что, мы сегодня выбрали еще одну очень заметную и обширную, и одну из самых богатых династий купеческих вятских. Это династия купцов Сунцовых. Для меня, честно признаться, в первую очередь, что запомнилось об этих людях. Это их, можно сказать, стремительный взлет от обычных крестьян до потомственных граждан. Да, ведь города Вятки. И в самом расцвете своей династии они действительно обладали одним из самых больших капиталов, и у них был один из самых больших торговых домов в Вятке. Ну, вот так вот уже, для затравочки, для того, чтобы наши слушатели поняли, что сейчас речь пойдет о очень такой примечательной странице нашей истории. Да, это безусловно. И здесь, наверное, очень интересно всегда посмотреть на то, как развивался этот род, как развивалась их деятельность. Если говорить про генеалогию Семисунцовых, то ее достаточно серьезно исследовала Роза Спиридона Шиляева, замечательный архивист. Вот вчера был День архивов. Хочу поздравить всех работников архивов, в том числе своих бывших коллег по Государственным архивам Кировской области. Нам это очень важный праздник, потому что архивы – это, безусловно, крайне важный, значимый труд, то, что люди делают, работая там, и, безусловно, никакая историческая наука, исторические исследования могут обойтись без архивных материалов. И вот Роза Спиридона посмотрела первые ревизии. Если говорить простым языком, то для того, чтобы что-либо узнать о наших предках, безусловно, нужно анализировать вот эти ревизии. Ну, сейчас это… Поясним, это списки. Да, сейчас это называется перепись населения, когда просто переписывают какое-то количество людей, где они проживают, чем занимаются, сколько им лет. А вот тогда, в XVIII-XIX веке, вот как раз состояли ревизские сказки, так они правильно называются. Вот в Государственном архиве Кировской области хранятся вот ревизские сказки 4-е, 5-е, но это самое раннее. За 1895 год, потом 1811, 16-й, 34-й, 50-й, 58-й. И обычно, когда люди составляют родословную свою генеалогию, они всегда используют материалы ревизских сказок, так как они крайне ценные. Вот Росперинона посмотрела, и оказалось, что прародитель династии Сунцовых – это некий Егор Силин Сунцов. Он проживал не в городе Вятке, а проживал в деревне Горбушинское, Вятское округе, то есть где-то недалеко от губернского центра. Он был простым крестьянином. И родился он в самом начале XVIII века, а скачался где-то после вот как раз последней ревизии, упомянутой мной, в конце XVIII века. Но его дети, они пошли несколько другим иным путем, и они переехали в город Вятку и записались мещанином. А ну, кстати, родоначальник был зажиточным крестьянином, то есть таким достаточно крепким? Судя по всему, да, это был достаточно нетривиальный такой крестьянный, у него было крепкое такое, если можно сказать, даже кулацкое хозяйство. Большое количество детей, что, в общем-то, всегда помогает в деятельности, поскольку чем больше рабочих рук, тем лучше, особенно в крестьянском хозяйстве. Но, видимо, что-то произошло, какие-то трансформации, в первую очередь, именно связанные с мировоззрением, и представители родов Сунцовых переехали в Вятку, записались в мещанин. И вот в дальнейшем начался их путь, который закончился тем, что последний дореволюционный их семейный, скажем так, лидер династический Владимир Сунцов, он уже стал потомственным почетным гражданином и так далее. То есть Сунцовы, они эволюционировали, можно так сказать, как династия от крестьян до мещан, потом в середине века 19-го они уже купцы третьей гильдии, потом второй гильдии, ну и потом потомственные почетные граждане, купцы очень властные, сыновитые, обладающие большим капиталом и большим влиянием в различных сферах общества. Я знаю, что у них еще была такая особенность, они породнились со многими-многими купеческими династиями. Да, на самом деле, вообще генеалогические отношения, это очень интересно, если посмотреть на те исследования, которые у нас есть по городу Вятка, то можно, в принципе, проследить, что все купеческие фамилии между собой имели какую-либо родственную связь, прямую, косвенную, по каким-то крайним веткам, да, и это было абсолютно нормально, поскольку город был небольшой, они, естественно, все друг друга знали, и, соответственно, больше доверия всегда представителю того сословия, в котором ты сам находишься. Но Сунцова, они, можно сказать, вышли за пределы этого сословия, конечно, да, они стояли в родственных отношениях и с купцами многими, и с Хрековыми, и с Колотовыми и так далее, но с многими чиновническими фамилиями вятскими традиционными они тоже породнились, поэтому круг их общения, круг их взаимодействия был очень высок, и это, безусловно, крайне помогало им в своей профессиональной деятельности, поскольку вы, как бы, отлично понимаете, что вести бизнес невозможно без взаимодействия как с чиновническим аппаратом, так и с другими купцами, потому что всегда есть элементы либо конкуренции, либо элементы сотрудничества. И вот, например, если говорить про сотрудничество, то, забегая вперед, можно сказать, что знаменитый торговый дом Сунцовых и его помещение находилось в старинном комплексе торговых лавок на перекрестке Казанской с Паской, и там очень удачно магазин Сунцовых, построенный в 90-е годы 19 века, встроился в самый первый, самый мощный универсальный магазин вятки, это уже Петра Клобукова. А Клобуков, говорят, был совладельцем, да, как-то, ну, участником бизнеса Сунцовых? По сути дела, они уже очень много делали в начале 20-го века вместе, то есть дело в том, что сам бизнес Сунцовых, он предполагал активную розничную продажу, и, безусловно, в торговых лавках и магазине, и других учреждениях Клобукова их товары активно использовались. Поясню, чем занимались в основном Сунцовы. Здесь два направления. Первое, это розничная торговля, у них были свои торговые лавки в вятке, вот в том числе в том месте, где мы только что говорили. Ну, а второе, это самое важное, что это купцы-промышленники, они развели очень мощную деятельность, имели сразу несколько заводов, это мыло, вареное, клей, вареное заводы, свечной завод у них был. Если говорить современным языком, то они производили товары бытовой химии, и в розницу, и оптом эти товары очень активно расходились, причем они выходили не только на русские рынки, но и на европейские, активно взаимодействовали с представителями российского купечества, иностранного. Их товары, они, пользуясь спросом, так как имели очень неплохое качество, плюс ко всему, очень неплохая была именно маркетинговая деятельность. Если говорить про маркетинговую деятельность. Ну и плюс качество продукта, естественно. Ну, это само собой. Плюс раскрутка, так называемая. Вот и поговорим немножко про раскрутку, да, сейчас очень популярны темы пиара, очень популярны темы продвижения того или иного товара. Мне кажется, что Сунцовы косвенно придумали очень интересную штуку. Дело в том, что один из представителей хорда, Александр, он является одним из тех людей, которые на рубеже 19-20 веков продвигали активно фотопечать. То есть тогда, естественно, люди переслали какие-либо сообщения, поздравления через фотокарточки, через открытки. И вот как раз Александр Сунцов, он начал издавать открытки. Причем в этом случае пользовались фотографиями, которые издавали главные мэтры. Вятская фотография от Петра Тихонов, Сергея Лобовиков. И они очень успешно, Сунцовы, эти открытки продавали. Открытки расходились по всей России. А помимо традиционно классических видов Вятки, это знаменитые дома купеческие различные, церкви, храмы, площади. Там были и те объекты, которые связаны были именно с родом Сунцовых. Например, заводские здания Сунцовых, которые были построены в конце 19 века, недалеко от так называемого Луковицкого оврага. Но сейчас это район улицы Парсуизной и Заводской. Но до сих пор здания заводские Сунцовых стоят на этой самой улице, которая так называется Заводская. И вот как раз на одной из наиболее известных открыток как раз изображены были заводы братьев Сунцовых. С реки очень красивая фотография, яркая, которая показывает, что промышленность постепенно развивалась до революционной Вятки. И вот Сунцовы были одними из ее флагманов. Вот представьте себе, что вы издаете эту открутку достаточно большим тиражом, и она расходится по всей России. И, соответственно, таким образом люди могли узнать, что вот есть эти заводы, и они производят ту или иную продукцию. Но, впрочем, в любом случае, эта продукция пользовалась популярностью, и доходность постоянно росла. Особенно она выросла при Владимире Сунцове. Это действительно очень интересный человек. Вообще, надо сказать, что сама фирма «Торговый дом братьев Сунцовых» была основана именно двумя людьми. Это Василий Сунцов и Александр Сунцов. А они кому, вот, разноначальнику приходили? Если говорить про первого, то в первой линии это Егор. Потом был Стефан, это человек, который жил в начале 20 века. И как раз Василий и Александр, они были Степановичем. То есть они уже, можно сказать, третья ветка, третье поколение рода. И вот оно оказалось самым плодовитым во всех отношениях. В первую очередь, в отношении бизнеса. То есть они создают этот торговый дом. Торговый дом очень активно начинает вести торговлю. И, соответственно, капиталы умножаются постепенно. И эта династия становится все более и более могущественной. Что отразилось на ее развитии по самым разным направлениям. Имеется в виду и общественная деятельность, и купеческая, и торговая. Ну, можно поговорить про общественную деятельность. Но про общественную чуть позже. Я все-таки хотел еще уточнить по списку товаров, которым торговали с Сунцовой. Это ведь были товары со всего света практически. Китайский шелк с Востока завозился. Ну, фактически, да. То есть то, что у них продавалось в торговом доме, это не ограничивалось только товарами бытовой химии. То есть там были совершенно разные вещи. Поэтому у них торговый достаточно универсальный. Но в основном они специализировались именно по бытовой химии. Потому что все равно, как ни крути, а такие товары всегда нужны. Вот как вот интереснее пришла вообще такая в голову мысль сосредоточиться именно на производстве мыла, прочих принадлежностей? На самом деле здесь нет ничего особенного. Это продукты, которые, в общем-то, существовали тогда на общерусском рынке. Просто другое дело, какую нишу ты занимаешь. В предыдущей передаче мы говорили про машковцев. У них тоже были маловаренные и клеварные заводы. Но, к сожалению, уже во второй половине 19-го, когда династия полностью потеряла могущество, заводы продавались. И вот упавший флаг первенства в этой отрасли как раз захватили братья Сунцовы. То есть удачно по хронологии получили. Да, здесь мы как раз очень логично выстроили две наши передачи. То есть, фактически говоря про отрасль промышленности, она отошла именно Сунцовы. А Сунцовы как раз? Ну, частично они просто, можно сказать, что захватили рынок, тот, который раньше им не принадлежал. А заводы машковцевы, они как-то имели отношение к ним? Ну, не знаю, приобрести часть того же оборудования? Здесь сложно сказать, но, насколько мы знаем, все-таки они заводы свои выстраивали самостоятельно. То есть те заводы, которые строились в районе Луковицкого, оврага, они ранее не принадлежали другой купеческой династии. И, значит, Сунцовы, вот именно Владимир Сунцов, он сам, видите, он имел очень хорошее образование, инженер-технолог, в Петербурге отучился. Вообще, во второй половине 19-го века представители рода Сунцовых действительно очень хорошо были образованы. В отличие от многих других купцов, которые зачастую оставались самоучками, они получали образование и в Москве, и в Петербурге. И вот Владимир Сунцов, он имел именно хорошее профильное образование, поэтому он был не только купцом, который выступал в качестве инвестора и выделял финансовые средства на развитие своего производства, но он и сам очень глубоко разбирался в тех вопросах, которых он касался. То есть непосредственно он выступал там зачастую как главный инженер-технолог, понимал, что как происходит, и это, на мой взгляд, очень важно, потому что для купца разбираться досконально о всех тех торговых и промышленных делах, которых он ведет, это очень ценное качество, и далеко не каждый демонстрировал такой уровень, в первую очередь, интеллектуального развития и профессионального подхода к делу. Возможно, именно вот такие качества помогли Владимиру Сунцову вывести дело именно на новую орбиту, и, значит, очень успешно сосчитать розничную торговлю, автовую торговлю, и заводское производство, находить новые рынки и так далее. Плюс ко всему модернизировать производство, потому что, естественно, они на своих новых заводах применяли какие-то технологии, которые стали актуальны в начале 20-го века, и это очень хорошо помогало. До 1918 года этими заводами Сунцов владел Владимир Сунцов, но потом наступила муниципализация, заводы были у него отобраны, но он прожил достаточно длительный период времени, до 1936 года, но уже не будучи богатым человеком и владельцем тех промышленных предприятий, которыми он, собственно, раньше и обладал. Здесь, в Кирове, уже там практически заканчивал свои дни. Понятно, что личность неординарная и по тем временам, по меркам целого времени профессионал в высшей степени, но все-таки команда, кто его окружал. Про Машковцев мы говорили, они зачастую нужных людей как-то вот к себе привлекали, в том числе выкупали их долги, окружали себя такими. В отношении Сунцовых. Здесь можно сказать, что команда, это всегда очень важно. Ну, естественно, если мы говорим про семейные династии, то здесь семья. Семья – это всегда основа всего, особенно именно в торговой деятельности, потому что мы можем рассчитывать на своего брата, на своего племянника, на своих родственников в намного большей степени, чем на каких-то пришлых людей. Вот. И можно сказать, что именно не случайно, что два брата основали торговой дом. Они были достаточно разные люди, но Василий и Александр оба именно отличались такой повышенной рабоспособностью, и они смогли выйти на тот рынок, где тогда не было мощной конкуренции, и можно было проводить еще на какую-то деятельность. По размеру капитала их можно куда отнести? На какое место? Ну, первоначально они постепенно двигались, то есть в начале века 19-го они были записаны в третью гильдию, причем там было несколько братьев, кое-кто еще находился в составе такого слоя, как мещание, то есть просто был городской житель. Но уже потом, уже к середине века, при братьях Василии и Александре, это были купцы второй гильдии, ну а Владимир Сунцов, он уже вывел их капиталы на такой очень высокий уровень, естественно, это было большое количество финансовых средств, и он стал уже потомственным причем не случайно, стал ведущим купцом и бизнесменом, и это позволяло ему делать очень многое. Поэтому мы здесь видим эволюцию, это очень любопытно, всегда смотреть на те процессы, как люди добиваются ее сами. В английской терминологии self-made man, это вот как раз, можно сказать, про купцов Сунцова. Смашковцем мы опять же провожу аналогию, мы говорили о том, что они пользовались таким особенным, на особом счету были у чиновников, Сунцовы тоже? Тесно были связаны? Ну, про родственные связи мы уже упомянули. Это да, родственные связи это всегда имеет вес, но на самом деле, чтобы какой-то иметь вес среди чиновничества, нужно провести какие-то определенные действия. Ну, в общем-то, как мы уже не раз говорили в этой передаче, купцы зачастую становились чиновниками сами, потому что, с одной стороны, было желание заниматься чем-то общественно полезной деятельностью, с другой стороны, это тоже весьма-весьма неплохо для своего бизнеса, знать, что происходит, контролировать все процессы. Известно, что один из представителей рода Сунцовых занимал пост городского головы. Было это в 1867 году и этот пост занимал городского головы как раз Василий Сунцов. Вот они постепенно меняли друг друга известнейшие фамилии, да, то есть и это было абсолютно нормально. Была определенная ротация, что тоже было абсолютно логично, потому что один человек, если он занимает долго пост, тогда считалось, что это не очень хорошо, потому что он был слишком сильно либо лоббировать прямо или косвенно свои интересы, вообще смена чиновнических должностей, это было нормально, вспомнить тех же губернаторов, как постоянно ротировали, передвигали и вице-губернаторов для того, чтобы они не обросли какими-то коррупционными или другими негативными связями. Ну и вот некоторые представители из рода Сунцовых действительно заседали в городских думах и в земских органах также. Это было все абсолютно нормально, это был естественный процесс, который не характеризует конкретно род Сунцовых, но скорее характеризует общее состояние вятского купечества, которое хотело принимать активное участие в управлении городом и это тоже вполне логично. Но более того, я могу сказать, что у Сунцовых появился своеобразный даже выход на высших чиновников государственных. И здесь можно вспомнить знаменитую историю, которая произошла на коронации императора Николая II. Вот как раз в Вятке тогда собиралась делегация, которая могла бы поехать на коронацию императора. Это очень торжественное событие, куда стекались люди со всей России, новый русский царь. Интересно было посмотреть. Господи, в 1896 году. Что вообще происходит. И от Вятки поехало пять человек. Городской голова, два представителя купечества и два представителя чиновничества. И вот два купца поехало. Это знаменитый Павел Клобуков, о котором мы уже говорили, и как раз Владимир Сунцов. И купцы, естественно, приехали нашу делегацию не с пустыми руками. Вообще, по традиции русской обучают всегда хлеб-соль императору. И тут также было. Привезли хлеб-соль на очень красивом золоченом блюдце, которое было снаряжено специальным таким очень красивым рисунком. А рисунки эти делали на этом блюдце золоченом Виктор Воснецов и Анаполоныч Рушин. То есть это было очень серьезно. Бускай всему привезли с собой по русской традиции икону. Это было действительно очень значимо. Люди все были достаточно набожные. Ну, блюдце иконы это все в подарок туда. Да, в подарок. И на иконе был изображен Трифон Вятский. Также Виктор Воснецов к этому приложил участие. То есть хорошая такая вот, можно сказать, команда собралась на коронацию. И таким образом Владимир Сунцов познакомился с императором Николаем. И это было достаточно любопытно, быть, в прошлой передаче мы рассказывали, как представители рода Малашковцев каждого раза встречались с Павлом Первым и с Александром Первым. Вообще немногим купцам удалось это сделать. То есть, например, мы говорили про Зоровых, про Булачевых, но вот они остались купцами, которые не видели релика царствующей власти, а вот Сунцову это удалось. Ну и последствия этого, как известно, нет? Ну, вообще, последствия здесь могут быть самые разные. На самом деле, это последствия, мне кажется, в первую очередь, мировоззренческие, потому что это целая эпоха, это очень важное было событие. Некий символ встречи. Это некий символ определенный. И можно сказать, что этот период времени, 90-е годы, начало века 20-го, для Владимира Сунцова не очень удачный. Дело в том, что этот период времени его бизнес-деятельность, она очень активно развивается, и свои товары, которые он делал, он начал выставлять на различных выставках. Первоначально это были региональные выставки и в России современной музыки вообще федеральные, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Москве, в Петербурге. Выставляя товары на этих выставках, он решал сразу несколько задач. С одной стороны, это распространение персовой продукции уже на общем уровне, чтобы могли закупать везде, в России. С другой стороны, это было приятно, потому что вручали специальные дипломы, которые можно также квалифицировать как сертификаты качества, и постоянно то бронзовую, то золотую, то серебряную медаль продукты и Сунцовую брали. Но, наверное, вверх вот такой выставочной деятельности это знаменитая выставка в Чикаго, которая состоялась в конце 19 века, и это называлось Колумбова выставка, и на этой Колумбовой выставке бронзовую медаль взяла продукцию Сунцовых, и вот так вот, можно сказать, А что именно за продукция? Ну, опять же, это продукция клееваренных, маловаренных заводов, то есть это бытовая химия, о которой мы говорим. Интересно бы было посмотреть сейчас на это все. Какая упаковка, что написано, сравнить с современным. Да, это очень интересно, на самом деле, насколько это было, не знаю, качественнее. Какой-то момент, экспозиционный элемент был создан, потому что, я вот просто вспомню, что лет 5 назад в Государственный архив приезжал потомок рода Сунцовых, Михаил Сунцов, он проживает в Москве, вообще их очень здорово раскидало по миру, и даже в США живут люди, в больших русских городах. Михаил Сунцов, он раньше работал в органах Министерства внутренних дел, значит, в милиции, но вот потом начал он искать своих родственников, составлять генеалогическое древо, приехал в Государственный архив, и там была у него встреча с архивистами, он подарил очень большой пласт документов о истории рода Сунцовых, фотографии, там есть один фотофонд Сунцовых, и вот он рассказал, какие исследования, опубликовал свои исследования генеалогические в альманахе Герценко, в общем-то, любой может прочитать. Он насколько глубоко забрался? Ну, он практически от первых Сунцовых, и закончил последними, то есть его отец, его дед, его родственники многочисленные, там есть еще интересные, например, параллели проведены, что Сунцовые породнились по одной из веток с родом Селенкиных, например, Мария Селенкина, это одна из самых известных дореволюционных таких оппозиционных деятелей, девушка, которая задолго до периода эмансипации начала вести очень серьезную общественную жизнь, пересекалась не раз с Добролюбовым, Чернышевским, Писаревым, публиковала свои различные статьи в столичной прессе, и вообще в Вятке она шокировала, публику ходила зачастую короткостриженно, курила открыто на людях, и такая была бунтарка, но тоже это не просто и не просто у них же она прожила в середине века 19-го. И так вот все у него очень логично, все прослежено, все ветки, все люди, все по датам, и в «Альмонахе Герценко» эта статья, вот можете прочитать, это достаточно любопытно, посмотреть, как вообще эволюционировал этот род, то есть как в советское время люди устроились, кто кем только там не работал. Но Михаил Сунцов, он молодец, обратился к истории своей семьи, но это был вообще закономерный процесс, тогда вот последние лет 10 люди начали активно искать своих предков, родословную, очень здорово, что вот начали приезжать именно те люди, у которых в дореволюционной вятке жили предки и сыграли очень важную роль в жизни нашего города. Это же касается родственников Ивана Павловича Чарушина, я помню, приезжала его тоже девушка-потомок, не помню только в какой родственной линии, она стоит правнучка, если не ошибаюсь, она приезжала тоже, помню, как она рассказывала про Чарушина, это очень здорово, такие моменты, они всегда достаточно отрубительные. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, я напомню, что эта передача сделана вятке, мы беседуем с Антоном Касановым, историком, одним из авторов проекта «Пешком по вятке», и тема сегодняшней передачи «Купеческая династия вятских купцов Сунцовых». Продолжим через полторы минуты. Продолжается программа «Сделанная вятке», меня зовут Владимир Сметанин, тема сегодняшней передачи «Династия вятских купцов Сунцовых». Говорим мы с Антоном Касановым, историком, одним из авторов проекта «Пешком по вятке», И продолжаем. Про общественную жизнь, про общественную деятельность купцов Сунцовых еще не договорили. Есть ли там много примечательных моментов? Да, на самом деле очень всегда любопытно, когда кто-то из привычного рода занятий выходит и начинает совершенно иную деятельность. Любопытно, что до сих пор мы с вами говорили только про тех представителей рода Сунцовых, которые занимались исключительно купеческой деятельностью, торговой, промышленной, ну и так факультативно еще занимались какой-либо общественной деятельностью. Но вообще надо сказать, что были в роду, например, два человека у Сунцовых, которые вообще решили не заниматься торговлей, купечеством и полностью отрешились. Но вот это еще очень любопытно. Был такой Петр Стефанович Сунцов, то есть это вот тоже сын, один из братьев, про который я сегодня уже говорил. И он попросил выписаться из купеческого сословия и занялся тем, что получил образование медицинское, стал врачом, работал инспектором врачебной управы. Сначала в Вятке, потом в других городах, закончился уже в Киеве, то есть он в Киевской губернии работал. И зачастую он еще занимался такими очень интересными именно гуманитарными исследованиями, например, археологическими в том числе. То есть он интересовался археологией. Это очень любопытно, человек решил заняться совсем другими делами, чем у братьев, всегда есть, видимо, люди, у которых капиталистические отношения вызывают определенное отторжение. Но еще более яркий пример в этой семье это Михаил Сунцов или отец Матвей Сунцов. То есть вот он в середине века 19-го стал священником. И примечательно, что он как раз был настоятелем Соловецкого монастыря в тот момент, управляющий, в тот момент, когда шла Крымская компания. Вы помните, что в ходе Крымской компании этот монастырь обстреливали англичане, представители коалиции той самой. И как раз он руководил Сунцов обороной монастыря. Это у него удалось очень неплохо. Монастырь удалось отстоять, избежать масштабных разрушений, его захвата. После этого он был награжден государственными наградами. Ну вот, по следствию, он был переведен в Уссосольск. То есть это современная республика Коми. Он тоже был настоятелем различных церквей, монастыря. И вот человек пошел по монашеской линии. Так вот любопытно получилось, что люди все, примерно они были одного сословия, одного мировоззрения. Но не все хотели заниматься купечеством, а хотели многие, знаете, чем другим. Кто-то гуманитарными науками, кто-то непосредственно монашеской деятельностью. Это достаточно любопытно. Поддерживали они связь между собой родственными? Ну безусловно, все равно они общались. Это вполне естественно. Все-таки родственные УЗы, это крайне значимо. Но если вот говорить про общественную деятельность в чистом виде, то, конечно же, Сунцова очень много денег тратили на поддержку благотворительности. Это было в том тренде, который существовал в тот период времени. Например, неизвестно, что Александр Сунцов, он поддерживал женскую мариинскую гимназию. И выделил ей даже существенные финансовые средства на ее различные нужды. Гимназия, она вообще в целом не охватала звезд с неба. Давайте напомним, где находится, где можно сейчас. Да, до сих пор корпус гимназии находится на прикрёстке улицы Московской и бывшей Хлебной на Ютеатральной площади, дома Екатеринская церковь. Но Екатеринская церковь появилась тоже, можно сказать, на частной дотации в конце 19-го, начале 20-го века, в 1099 году, когда попечителем гимназии стала супруга губернатора Килингенберга. Вот ей удалось тоже привлечь очень серьезные средства, усилия. Тогда Долгушин, известный предприниматель, тоже выделил деньги. Но до этого Сунцова поддерживали. И некоторые члены их рода, по женской которой линии, они как раз обучались женской мировой гимназии. Здесь все выглядит достаточно логично. Как раз поддерживать то заведение, на которое рассчитываешь в плане обучения подрастающего поколения. Ну, естественно, в различных общественных организациях стояли Сунцова, в том числе в благотворительном обществе Владимир Сунцов стоял, в попечительных комитетах. Ну, это тоже все происходило в том русле благотворительной деятельности, которая была распространена. Ну, в общем, смысл в том, чтобы давать деньги на вот такие благородные дела, на благородные проекты. Это, в общем-то, характерно для всех вятских кульцов, для вятского купечества в целом. Сунцова ведь еще оставили достаточно богатое наследие в виде зданий, построек в нашем городе. На самом деле, вот, в литературе встречается упоминание о том, что у Владимира Сунцова было пять зданий в городе Вятки. Ну, можно выделить, не серьезно оспаривая это суждение, что было два района, где им принадлежали земли и здания. Первый – это район улицы Луковицкой. Архитектор Анатолий Гриловиччинский, он долгое время занимался исследованием домов, кому они принадлежали. Даты просто веки. Вот у него на улице Луковицкой каждый второй дом принадлежит купеческой семье Сунцова. Ну, это понятно, потому что рядом находились их заводы, и, соответственно, они скупали там домовладения, и они им принадлежали. Но самая роскошная усадьба Сунцовых, она находилась и находится посидеть в самом центре губернского города Вятки. На улице Спасской, от улицы Царевской и прямо до современного здания Ленинского районного суда, то есть фактически до улицы Никитской, тогда сегодня Володарской. То есть от Свободы до Володарского. Главный дом этой усадьбы, он находится на углу. Царевской и Спасской, сейчас Свобода и Спасской. Вот, это такой небольшой двухэтажный особнячок, который был построен в 1843 году, как раз с Тефаном Сунцовым. Но вот этот дом, он считается доходным, потому что Сунцовы сдавали его в аренду, и так получилось, что именно с этим домом связана очень честная история Вятского просвещения. Дело в том, что с 1848 года по 1855 на втором этаже этого дома квартировала Вятская публичная библиотека, основанная в 1837 году. Надо сказать, что библиотека до 60-х годов века 19-го, она постоянно скиталась, перебегаясь из одного здания в другой. Поэтому, знаете, может быть, даже были комические такие истории, когда пошел в библиотеку, а где она находится, не знаешь. Мы переехали. Да, переехали, например. Но вот здесь был период относительного спокойствия, семь лет Сунцовы лояльно относились к просвещению и пытались их поддерживать. Поэтому на втором этаже было 4 комнаты, в двух жил библиотекарь, в двух располагалась библиотека. Тогда, в этот период времени, в середине века 19-го, не большое количество абонентов, скажем так, было. Но вот в этот период времени семилетий растет, до 60 постоянных читателей. Но были и те люди, которые приходили, скажем так, разово. Но в целом, надо сказать, что библиотека здесь получила хороший дом, но потом уже из этого дома слезала. С Дерценом-то наверняка были знакомы. Возможно, да, он вообще позитивно назывался о Вятском купечестве, в том числе о молодом, и говорил, что вообще нашел здесь хороших друзей именно среди молодого купечества. Тем более, что Сунцовы, как и Машковцевы, они имели обыкновение своих молодых отпрысков отправлять учиться. И здесь как раз совпадение по характеру их просвещения и так далее. Но вот этот же дом на улице Спаска, он связан и с именем Вятского земства. Там проживал длительный промежуток времени, в конце 19-го века, Афгсиньки Петрович Батуев. Председатель Вятского губернтско-земского права, человек, который очень много сделал для развития самых разных сфер здесь у нас на Вятской земле. Имеется в виду сфера просвещения, потому что при нем открываются бесплатные библиотеки, выходит Вятская газета, замечательная газета, которая бесплатно распространялась среди крестьян, и люди могли получить там самые дельные советы по тому, как вести свое крестьянское хозяйство. Это просвещенческая функция. Это очень важная газета, как исторический источник, замечательно, обязательно почитайте ее, если будет возможность. Плюс ко всем, при нем открывается Перемкоглевская линия железной дороги и так далее и тому подобное. Имеется в виду и развитие кустарного склада, и хозяйство и так далее. То есть Батуев, он был человеком удивительной энергии, но вот именно в доме Сунцовых произошла знаменитая трагедия, которая с ним произошла в конце века 19-го. И она очень хорошо описывалась вятскими мемористами. Что случилось? Дело в том, что Батуев был открыт. Он был такой открытый чиновник, все знали, где он живет, где его можно встретить, как с ним пообщаться. И это вызывало самые разные такие кривотолки, потому что, знаете, у нас не очень доверяют тем людям, которые открытые, со всеми общаются, считают, что здесь что-то есть, какая-то подноготная. Вот был такой представитель дворянского сословия, человек, который Батуев не очень любил, потому что он хотел, чтобы Батуев взял работать с земства. А этот человек, он такой был очень странный, он был бездельник, какой-то дебошир, пьянствовал все время. Ему предлагали какие-то простые должности земства на скотобойне, а также в Котласе начальником строительства одного из участков дороги. Но он отказывался, считал, что для него это не очень хорошо. Хотел работать в главном аппарате земском, а там работали такие очень проверенные люди, команда Батуева. И вот он как-то разозлился, и однажды он пришел домой к Батуеву, взял, выхватил револьвер и застрелил Аксентия Петровича. Вот прямо в доме Сунцовых он скончался, это была большая трагедия для Новгорода Вятки. И приходили огромное количество людей к этому дому, приносили цветы. И похороны Батуева были большим событием. Он умер в возрасте Христа, 33 года. При этом, помимо того, что он был чиновником, он был очень активным общественным деятелем и был человеком большого таланта. Он писал прозаические произведения, стихи, пьесы и был разносторонне развитой личностью. Но этот человек, который его застрелил, очень негативно, конечно, оценивается в истории, но потом просто считал, что он умопомешанный, как бы сумасшедший. А, то есть он не понес суровое наказание за это, да? Там, вот это, кстати, тоже странный вопрос. По-моему, мы признали, что он сделал это в состоянии аффекта. Но вот это очень печальная история. Потом выяснилось, что, оказывается, у него по генеалогии тоже не все очень хорошо. Его отец закончил жизнь в Казанском доме Малишонных, но у этого человека были какие-то повышенные амбиции. И, к сожалению, он убил Батуева. И, соответственно, вот этот дом, который принадлежал Сунцову, он помнит и библиотеку, и Батуева с земством. Но после революции он был муниципализирован, был передан под общежитие. Но теперь этот дом, он уже не жилой. Там располагаются различные офисы. В прошлом году этот дом покрасили в яркие цвета, когда происходила покраска старых домов на улице с Паской. Негативный момент, что, вы знаете, когда дом этот покрасили, он выглядел очень здорово. Почти как на дореволюционных фотографиях. Но потом на него навешали баннерную рекламу, и, к сожалению, ощущение старины и аутентичности пропало. Это очень негативный момент. Сейчас ребята разработают дизайн-код, как известно, совместно с городской администрацией. Может быть это как-то поможет сохранить облик старинных особняков в более привлекательном виде, чем сейчас. Потому что так бывает. Но вообще вот здесь, в этой усадьбе на Спасской было много разных домов. Сейчас сохранился еще один старый флигелек. Если вот будете гулять по Спасской, зайдите, там недалеко от перекрестка, во двор. Там он стоит, доживает тоже свои последние дни. Это такой домик полутораэтажный. Раньше он назывался дом с пластинками, потому что его крышу украсили виниловыми пластинками. Не знаю, дырки в крыше или просто для декора. Прям пластинками? Да, то есть вся крыша была покрыта россыпью виниловых пластинок. И когда мы делали наши первые прогулки пешком в порядке в 2013 году, приводили туда людей. Это наша первая вообще экскурсия была по улице Спасской. Люди удивлялись, как здорово в центре города заходишь во двор, а там весь дом усеян виниловыми пластинками. Это придавало ему какой-то особый шарм. И сейчас он совсем покосился. Выглядит очень он так как-то печально. Вот рядом еще один дом, находится там потом Хрущевка, если вверх поднимаетесь. Между Хрущевкой и Судом там находится еще один такой красный кирпичный особняк. Это тоже один из домов усадьбы Сунцовых. Многие фотографии, которые сделаны как раз до революции, центральной части города, улицы Спасской, дальше Московской и Преброжанской, они делали с крыши этого дома. И как раз Александр Сунцов, издатель открыток, он его использовал как один из таких трехэтажных домов высотных в центре города. У нас не так много времени остается. Я по традиции задаю этот вопрос, потому что хочется чисто по-человечески понять. Какой образ жизни вели вообще купцы Сунцовы? Дорогие вещи, высокие манеры, привычки сохранились об этом сведении? Какие-то мемуаристики касательно... Какая обстановка у них была дома, потому что ведь не секрет, что многие купцы, да, вот снаружи делали очень красивым свой дом, в котором жили, а внутри такая скромная, крестьянская зачастую обстановка, недорогие вещи. Вот какая-то мемуаристика, которая касалась бы именно быта этой семьи, не сохранилась. То есть, по крайней мере, мне не попадалось. Но в целом, вот лично у меня вырисовывается образ настоящих таких трудоголиков, наверное, потому что, видите, кому-то что-то доставалось просто так. В том плане, что была династия, был точный порядок, механизм наследования капиталов, все было понятно, как делать, что делать и так далее. Но здесь, можно сказать, за фактически век люди развили свою предпринимательскую деятельность до действительно очень мощных масштабов. И это заслуживает уважения. Мне кажется, что такие люди, они ценят жизнь, ценят человека и ценят свою роль вообще в истории города и вообще в истории России, потому что так получилось, что Солнцовы, они вышли на более высокий уровень, скажем так, по сбыту своей продукции и реализации, по ее распространению. О том, чем они занимаются, знали, вот как я уже сказал, даже в Соединенных Штатах Америки, не говоря уже про Россию. И вот им удалось даже познакомиться с императором. А вы знаете, наверное, все-таки на рандеву с молодым императором не поедет, кто попал. Поэтому поехали самые влиятельные купцы. Их вот тогда было два. Люди с безупречной репутацией, какой обладал Павел Клобуков и, безусловно, Владимир Солнцов. Остается совсем немного времени. По традиции мы завершаем программу, сделанную в Вятке. Информации от партнера, программы компании Вятич и информации о развитии проекта «Пешком по Вятке». Какие планы? Да, вот уже в ближайшее время, буквально на следующей неделе, 20 марта, у нас состоится повтор нашей лекции про вятскую ссылку. Поэтому всех приглашаем. 22 марта, 17.00 в дом Витберга на улице с Паской. Если вы интересуетесь вятской ссылкой, с сынами, тем, как люди, которые попали сюда не по своей воле, жили, что они сделали в истории города, и что город сделал в истории, заходите, всех будем рады видеть. Ну а 27 марта у нас в доме Витберга пройдет еще одна лекция, посвященная как раз вятскому купечеству. Лекция, на создание которой повлияла передача, которую вы сейчас как раз слушаете. И там уже в более свободном формате и более долго, основательно, с иллюстративным материалом мы как раз поговорим про вестское купечество, основные тенденции, основные фамилии, имена, их роль в общественной, культурной жизни, промышленной и так далее. Ну что, спасибо большое за эту информацию и спасибо большое партнеру программы, сделанной в Вятке, компании «Вятич». Кстати, очередное примечательное событие накануне состоялось в истории завода «Вятич». Накануне к нам приезжал известный режиссер Никита Михалков. Кстати, Антон тоже с ним имел счастье вчера пообщаться или просто посмотреть на него? Да, посмотрел. Было дело, да. Достаточно интересно. Так вот, компания «Вятич» сегодня хороший подарок вручила режиссеру ларец, естественно, с вятским квасом, бокалами, дымковской игрушкой и колосьем мержи, что является символом здоровья этого продукта. Я имею в виду вятский квас. Спасибо. До новых встреч. Я думаю, через две недели будем стараться. Да, конечно. Продолжим серию программ. Антон Касанов – историк, один из авторов проекта «Пешком по вятке». Меня зовут Владимир Смитонин. Всего доброго. До свидания.